Павел Яковлевич Черных, советский языковед и педагог, доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова учился на славяно-русском отделении историко-филологического факультета Казанского университета в аспирантуре Иркутского университета. Ученик отечественных филологов А.М. Селищева, В.А. Богородицкого и Е.Ф. Будде, преподавал в Ярославском, Московском государственном и Московском областном педагогических институтах с 1954 годом. Работал в Московском государственном университете, лауреат премии Президиума Академии наук СССР, награжден Орденом Ленина. В область научных интересов П.И.А. Черных входили история русского языка, этимология, диалектология. Ему принадлежат ценные наблюдения над формами, отдельными словами и выражениями слова о полку и гриве. В течение 20 лет он занимался составлением историко-этимологического словаря современного русского языка. Биография П.И.А. Черных родился в провинциальной интеллигентной семье. В два года отец умер. Воспитание проводилось мамой. В 1914 году Павел закончил Иркутскую гимназию и поступил в Казанский государственный университет на славяно-русское отделение. Историко-филологического университета В 1918 году Павел закончил университет с дипломом первой степени и стал преподавать в Иркутском учительском институте. В 1926 году он утвержден званием доцента кафедры русского языка, а через три года стал профессором Иркутского университета. В течение нескольких лет Павел систематически изучал местные говоры населения Сибири. В 1920-е годы он совершал неоднократные идеалектологические экспедиции в приангарские поселения восточной Сибири. По реке Ильим Черных проплыл на берестяной лодке свыше 250 километров. Результаты этих экспедиций нашли отражение во многих его трудах. Черных впервые занялся серьезным монографическим описанием говоров жителей среднего приангарья Ильима. Основал школу сибирских диалектологов. Впервые он подытожил диалектологические исследования Сибири и наметил очередные задачи. Он провел общие сравнительно историческое изучение говоров Сибири и их группировку. Научная ценность его исследований актуальна и по сегодняшний день. 1920-е, 1930-е годы в эпоху гонений на выдающихся языковедов вышла работа черных современной течения в лингвистике. В ней он показал неправомерность однобокого классового осмысления достижений мировой научной мысли. В 1935 году Павел Яковлевич переехал в Ярославль, а позднее в Москву, но продолжал осуществлять руководство диссертациями по сибирской диалектологии. Работы работы Павла Яковлевича Черных относятся к различным аспектам русского языка, диалектологии, исторической грамматики, истории русского литературного языка, лексикологии и этимологии. Главным трудом его жизни стал историко-этимологический словарь русского языка. Единственная работа с 1955 года. В 1961 году он прекращает педагогическую деятельность, чтобы сосредоточиться на составлении словаря. Итогом 15-летней работы явился труд в 140 авторских листов, приводящий толкование 13 560 лексических единиц русского языка. На момент начала работы Павел Яковлевич заметил, что словаря Г. Преображенского устарел словарем. Посмера отличался некоторым субъективизмом в отборе и толковании слов. Краткий этимологический словарь Н. М. Шанского В. Иванова и Шанской имел ограниченный словник. Свой словарь языковед адресовал массовому читателю, преподавателям вузов и школ, но при этом словарь также представлял научную ценность. Он стал интересным как массовому читателю, так и специалистам-языковедам, будучи уже тяжело больным. Павел Яковлевич до конца заканчивал правку отдельных словарных статей, но не дождался его выхода в свет. Он умер 10 августа 1970 года в Москве и похоронен на Востряковском кладбище. Работу над словарем продолжили его ученики и последователи. Были проведены индоевропейские и прославянские реконструкции, уточнены ссылки на источники и другое. Одной из важных отличительных особенностей словаря стало то, что в него были включены слова, не вошедшие в предыдущие варианты этимологических словарей. Другим его существенным достоинством явилась достаточно ярко выраженная практическая направленность. Простота и доступность изложения материала при строгом научном анализе и использовании огромного количества источников. Библиография «Черных П.Я. Историк и этимологический словарь русского языка» 3-й ИСТ М. 1999 Т1-2 «Черных П.Я. Рукописный сборник 16-17 столетий С.Б. Трудов профессоров и преподавателей ГОС Иркутского ОТД 1 В.П. 1 Иркутск. 1921 «Черных П.Я. Виноград Афгаса. Собирание материала для словаря русского старожилого населения Иркутской губернии». Иркутск. 1921 «Черных П.Я. Русский язык в Сибири. Научно-популярный очерк М. Иркутск. 1934 «Черных П.Я. Русский язык в Сибири. История. Вопроса. Особенности русско-сибирской речи. Христоматия. Язык сибирской билетристики». Иркутск. 1936 «Черных П.Я. Происхождение русского литературного языка. М. 1950 «Черных П.Я. Русская диалектология. М. 1952 «Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. Третий ИСТ. М. 1962 «Черных П.Я. Очерк русской лексикологии. Древнерусский период. М. 1956 «Источники. Биография. Озон. Биография. Всероссийская государственная библиотека и иностранная литература. М. Ирудамина». Описание историко-этимологического словаря «Грамота. Ру».